Итак, всем привет! Сегодня я делаю складной нож. Модель называется R1. При помощи электроэрозионного станка вырезаю нужные детали. Далее на заготовках будущих клинков делаю плоскошлиф. Приступаю к созданию нового ножа. Эту модель буду при вас собирать впервые. В титановых лайнерах сверлю все нужные отверстия. Итак, отверстия просверлены. Теперь буду нарезать в нужных резьбу М3. Первые витки нарезаю в сверлильном станке. Дальше дорезаю вручную. Дальше дорезаю вручную. Снимаю фаски и для шляпок винтов делаю потай. Разверткой прохожу осевые отверстия. Также снимаю фаски и отрезаю будущую бонку. Сверлю отверстия для бонки. Цыковкой делаю посадочные места для осевых шайб и подшипников. Дальше дорезаю в Далее. Дальше дорезаю вверх. Дальше дорезаю иOOO. Субтитры сделал DimaTorzok Делаю предварительную сборку и смотрю как работает будущий нож. Сборок и разборок ножа будет очень много, поэтому я не все их буду записывать. Делаю скос под замок. Нужный угол на дриндере выставляю при помощи Акси Куба. Субтитры сделал DimaTorzok Делаю углубления, чтобы лайнер лок более комфортно отгибался. Делаю скос под замок. Делаю скос под замок. Делаю скос под замок. чуть меньшего диаметра для шарика De Tento. Снимаю фаски для более комфортной эксплуатации будущего ножа. Произвожу пескоструйку и галтовку всех деталей субтитры создавал DimaTorzok Закрепляю заготовку карбона к столу и запускаю управляющую программу, которая состоит из девяти операций по три разных фрезы. Субтитры создавал DimaTorzok В данной операции я срезаю перемычки, чтобы отделить накладки от самой заготовки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, как вам показать. В общем, шарик. Вот этот шарик будем запрессовывать. Аккуратно. Вставляем щуп, чтобы не передавить больше чем надо. И шарик у нас все уже там. Начинаем уже опять сборку. Я уже даже устал считать, сколько было сборок. И то я даже не все снял. Бывало так, что я разбирал их просто по 10-15 раз практически подряд. При малейших каких-то изменениях смотрел, будет там, совпадать не будет. Подгоняю все винты до нужной длины. Здесь нужно просверлить углубление, куда будет шарик детента. Замыкать клинок, чтобы он в закрытом положении не выпадал. Это твердосплавное сверло, поэтому оно сверлит каленую сталь. В общем, как-то вот. Чтобы титан на лайнер локе не изнашивался, выполняю карбидизацию. Но, к сожалению, эту операцию я не заснял. Ну и теперь, когда все готово, можно выводить спуски. Поехали! 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 выполняю шлифовку алмазными пастами после машинной обработки чтобы потом сделать пескоструй и готовку клинка 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 Все ссылки на мой сайт и мои группы я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok